здравствуйте дорогие друзья как сделать звук жирным плотным объемным широким как сделать свой звук и как сделать свой уникальный фирменный звук и так во первых открываем какой-нибудь дау моем случае это фил студия во вторых запускаем какой-нибудь синтезатор в моем случае это синтезатор silent 1 включаем channel рек и назначаем нашему синтезатору какой-нибудь канал в моем случае это канал номер 5 далее мы данный канал посылаем на какой-нибудь другой пустой канал это так называемые send каналы то есть сигнал с этого канала будет перенаправлен на другой канал и вместе с ним он будет суммировать в итоге мы получаем более громкий сигнал я возьму например вот шестой канал и перенаправлю этот сигнал с 5 канала на 6 как это делается я выбираю 5 канал нажимаю вот на эту нижнюю стрелочку вверх таким образом я перри посылаю сигнал отсюда и слова сент то есть отправить или переслать чтобы их отличать я рекомендую обозначить эти каналы каким-нибудь именем моем случае это синтезатор 6 канал это синтезатор если мы уже на этом этапе послушаем что у нас есть ну на обычном презрите от сайлента видите и нет обычный презет вот просто без всяких эффектов видите здесь тоже ничего нету здесь тоже ничего нету на мастер канале у меня стоят просто анализаторы это анализатор громкости и 2 это анализатор ну то есть витроскоп который показывает широту ширину стерео панораму звука и так давайте послушаем стандартный презет сайлента ничего интересного по-детски пластмассово выключим сейчас вот шестой канал вот мы услышим звук как я уже сказал более тихой громкости а теперь если я подключаю 6 канал заметили звук стал громче это видно по показателю децибелометра вот эти у нас максимальный сигнал минус 8 децибел если же я выключаю становится этим минус 12 децибел то есть это очевидно то то что у нас громкость становится больше теперь переключаемся на канал сэнд моем случае это син 2 и на него мы вешаем в первую очередь какой-нибудь ревербератор ревербератор нужно сделать для того чтобы поместить наш звук какую-нибудь воображаемую комнату моем случае это будет ревербератор valhalla room настройки сейчас здесь не принципиальны главное чтобы добиться эффекта реверберации давайте послушаем как теперь звучит наш сигнал один не обработаны и второй который перенаправлен на шестой канал уже в обработке с valhalla он заметили да уже есть какая-то интересность уже атмосфера появляется уже вот это пилообразная пилообразность сигнал уже становится каким-то своим знаете таким вот рассказывающим какую-то историю теперь он уже находится в помещении уже от стен этого помещения отражаются сигналы от звука дальние отражения и близкие отражения все это в совокупности составляет реверберацию реверберация очень важный компонент если вы хотите сделать ваш звук плотным и жирным то обязательно нужно использовать реверберацию но это еще не все конечно же и так мы сами повесили значит valhalla на шестой канал чтобы разнообразить звучание мы можем сделать следующее мы можем основной сигнал который у нас повешен на 5 канал немного сместить по панораме например влево а сигнал уже перенаправленный и обработанная реверберация и впоследствии другими эффектами будет смещен вправо в таком случае мы получим более широкую стерео панораму заметили да то есть мы слышим что реверберация уже слышно в правом ухе а в левом ухе наша реверберация уже не так заметно как право потому что именно на левом у нас идет чистый сигнал не обработаны видите здесь никаких реверберации пока что нет но мы можем и на 5 канал тоже повесить реверберацию таким образом замылить звук и сделать его атаку не такой заметной я повесил еще на 5 канал реверберацию и здесь сейчас добавлю немного микса чтобы сделать звук более смазанным и с не явно выраженной атакой заметили да ну вот так здесь можно конечно экспериментировать сколько угодно получать разные комбинации вот значит можно повесить валхалу то есть ревербератор на 5 канал можно не вешать это уже как хотите допустим я отключаю вешаю ревербератор только на 6 канал смотрите теперь мы с вами вешаем какой-нибудь сатуратор в моем случае это будет фаб фильтр сатуратор который обогащает звук добавляя в него новые частоты и так я вешаю сатуратор причем смотрите сатуратор он должен находиться после реверберации вот так то есть начале сигнал обрабатывается ревербератором а потом он идет на сатуратор и вот посмотрите здесь я выбрал вот такой простенький презент называется он type smash вы можете выбрать абсолютно любой другой который вам понравится суть в том что сейчас сатуратор вы сами увидите что сделает со звуком и так без сатуратора теперь с сатуратором я думаю вы заметили существенную разницу еще раз вы скажете что стало громче но на самом деле она не только громче стало но и богаче по частотам но это еще не все дальше мы можем экспериментировать и вешать на вот этот шестой канал то есть на перенаправленный канал любые другие эффекты например можно повесить fx или эффектор fl studio и в нем выбрать си но я выбрал вот например фазер вот с такими вот настройками посмотрите что стало со звуком заметили в нем добавились новые частоты благодаря фазеру можно часть экспериментировать давайте я отложу микрофон и попробую немножко по импровизировать посмотрим а Продолжение следует... 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 Теперь вы послушаете, какой я звук синтезировал из треугольной волны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я прошу прощения за вот этот звук от перфоратора, который сейчас включают соседи на третьем этаже. Вот именно как только я сел записывать видео, они активизировались. Вернемся к нашему уроку, друзья. Ну, как видите, довольно интересный звук. Похож на флейту. Да, вот она такая похожа на этническую, да, индейскую флейту, флейту индейцев. Вот. И как же, собственно, я сделал такой звук? Ну, у нас два сигнала, всего два сигнала на партии 1. Значит, первый сигнал, он треугольной формы, голосов 1. А второй сигнал, он форма шума и голосов тоже 1. Причем, второй сигнал, громкость его самая минимальная. Этот сигнал, шум, он создает именно воздух, который слышится во время игры на флейте. Да, когда человек дует во флейте, то он выдыхает свой воздух. Именно этот воздух и создает эффект шума. Вот, послушайте. Особенно на нижних нотах это заметно. Вот здесь я выключу, например. Послушайте. Нет воздуха, да? Нет реалистичности. А воздух добавляет эту самую реалистичность. Чувствуете, какой легкий такой шумок? Но на высоких нотах шум не очень сильно заметен, потому что сами высокие ноты заглушают вот эти частоты шума. Поэтому, в принципе, можно немного добавить его громкости. Идем дальше. Дальше у меня есть обработка сигнала огибающей. Так как флейта, это звук, у нее атака небольшая. Чуть больше минимальной атаки. Чуть больше. Если у нас будет просто вот такая вот атака, то звук получится очень резким. Ну, тоже интересный звук. Тоже, можно сказать, уникальный. Почему нет? Ну, вот. А чуть-чуть увеличивая атаку, больше, чем минимальная. Звук такой получается тянущийся. Кроме того, я также настроил дикей, сустейн и релиз. У меня сустейн чуть ниже, чем дикей, так как звук флейты, который издается, он постепенно затухает. Потому что человек не может дуть постоянно с одной силой, да? Постоянно, чтобы эта сила держалась. И поэтому постепенно он затухает. И далее он с помощью релиза уже затухает полностью. То есть, когда я отжимаю клавишу, звук еще продолжается и постепенно уходит в тишину. Теперь, смотрите, вот этот эффект, после того, как я отжимаю клавишу, и на релизе у меня происходит небольшой скачок по питчу, обеспечивает вот эта обработка фильтром питч А. Вот, просто посмотрите, запомните эту картиночку. Если вы хотите добавить реалистичности и вот такого вот рассинхрона в высоте звука, на релизе, именно на релизе. То есть, когда я просто играю, я получаю основной звук. Но когда я отжимаю клавишу, он немного как-то изменяется, да, по питчу. В какую сторону? Послушайте. То есть, он уходит вниз. Очень так. Буквально там на несколько микротонов уходит буквально вниз, но тем самым создается вот эта вот приятная такая, как скажем, этничность звучания. Вот без этого было бы очень плоско и некрасиво. Еще такой момент. В сайленте вот этот фильтр, он непосредственно связан с огибающей самого сигнала. То есть, если здесь у вас будут другие настройки, а здесь вот такие настройки, как я вам показываю, вы не получите такого звука. Поэтому очень важно смотреть, что они связаны. Что я еще сделал? Этот звук, он монофонический. То есть, аккорды им взять не получится. Я просто использовал вот настройку legato, порта, чтобы звук был именно монофоническим. И когда один звук перетекает в другой, то есть, одна нота переходит в другую, она переходит плавно. Так называемая, с лайдом. Поняли, да? Этот момент очень красиво и оригинально. Если я зажимаю одну клавишу и при этом нажимаю другую, ну, как и на пианино, когда играется, получает эффект legato. Но если я отпускаю, то есть, играю, отпуская клавиши, то звуки получаются такими вот отрывистыми. Но если не отпускаю, получается именно legato. Вот, значит, здесь я изменил настройку для legato. Что я еще сделал? Да, немного я... Хотя нет, здесь я ничего не делал. Да, в принципе, все. Вот эти основные настройки, которые у меня сделали. Значит, вот такой вот звук. Тут можно копаться и дальше, можно экспериментировать с фильтрами, можно срезать высокие и низкие частоты, можно добавлять резонансом, можно устанавливать LFO на резонанс, на фильтр среза частот. Вот очень широкое поле возможностей дает этот синтезатор. То есть, в самом внутри синтезатора вы можете получать свои уникальные тембры, звучания. А чтобы сделать их богаче, сделать их шире и сделать их плотнее, я вам показал, что нужно сделать. И еще, напоследок, я вам скажу, вы можете регулировать все эффекты, которые у вас повешены на сент-канал с помощью вот этой вот ручки. Вы можете сделать посильнее эти эффекты и можете сделать их послабее. Вот так у нас будет посильнее. Если же я так вот уменьшаю силу посыла... Вот. У нас уже реверберация не такая заметная. Но это тоже имеет место быть. Заметили, да? В общем, вот вам такое небольшое руководство. Друзья, я надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Если это так, обязательно напишите об этом, комментарии. Поставьте лайк этому видео обязательно. Далее, поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Я вас благодарю за просмотр данного видео, за ваше время. Творческих вам успехов и до новых встреч.